Зачем вы тогда нас сюда собрали, если наш голос ничего не решает? Мы все вот сюда пришли, и мы все против этого. Мы хотим, чтобы эта больница здесь была. Люди рассказывают, их просто поставили перед фактом. Круглосуточное отделение Шереметьевской больницы планируется закрыть. Теперь за помощью нужно обращаться в Камские поляны, с чем сельчане категорически не согласны. Они уверены, их просто бросили на произвол судьбы. Полные палаты были, 6-7 коек. Полные палаты, даже в коридорах лежали. Ну, временно ждали, например, тебя ложат, это выспит. А сейчас говорят, если что, вы заболеете, тут лежать не будете, вас в Камполяну увезут. Ну, ведь еще до Камполяна надо добраться. И деревням, например, суратьмы, а на автобусе доезжают сюда. Потом они на остановке ждут здесь, Камполянский, чтобы поехать к Камполяны. Потом таким же образом надо же и вернуться. Ладно, у кого машина, а у кого-то нет. Проблемы в больнице начались давно, рассказывает Марат Гайфуддинов. Он коренной житель села и видел, как учреждение медленно, но верно погибало. Началось это в 2016 году. В лихие 90-е годы очень прекрасно работала больница, а сейчас 21 век, наоборот, должен быть на высоком уровне. И обслуживание должно быть на высоком уровне, конечно. И я думаю, руководство района на это дело посмотрит внимательно и сделает доброе дело для наших сельсменов. Из-за сложившейся ситуации под ударом оказались более 5000 пациентов, жители Шереметьевки и 30 близлежащих поселений. Два месяца назад можно было прийти спокойно в больницу и сделать свои дела, как говорится, в этой больнице. А сейчас дверь в больницу закрыта. Мы не можем даже попасть сюда. Место круглосуточного отделения планируют открыть кириатрическое, говорят люди. Дело нужное, но, по мнению местных жителей, расположить его можно было в пустующих зданиях в Старожешминске или в Красной Катке. В самой Шереметьевской больнице пустует гинекологическое крыло. Дело в том, что врачи-то мы ведь постоянно уже с детства люди здесь живут, все уже друг друга знают. И им легче здесь общаться с нашими врачами, потому что отношение совсем другое. Там же мы приедем, там чужие люди мы. Там даже вот между собой медсёстры ходят. Ну как это? Ну посторонних вообще никакого нет этого внимания никому. Вольной лежит, не подойдут никогда, не спросят, не посоветуют. Круглосуточный стационар не работает уже больше месяца. Как нам сообщили в управлении здравоохранения, пока это временно. Проблема в нехватке кадров. И если ситуация не изменится, тогда учреждение и правда придётся закрыть. Привлечением кадров активно занимаются сотрудники Камско-Полянской больницы. Молодым специалистам обещают прибавку к зарплате. Удалось ли добиться каких-либо успехов, пока неизвестно. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.